Сегодня день памяти и скорби. Ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории. Свыше 26,5 миллионов человек. Таковы потери Советского Союза. Страшная цена освобождения мира от фашизма. С 92 года 22 июня официальная памятная дата. Траурное мероприятие проходит по всей России. Сегодняшним утром сотню людей возложили цветы к вечному огню в Саранске. 75 лет назад, в прошлом веке, в другой стороне. Но боль от потерь до сих пор не утихает. 22 июня для россиян день памяти и скорби о миллионах погибших на фронтах, в плену, замученных в концлагерях, умерших от ран в госпиталях, от тех, кто не дожил до Великой Победы, но приближал ее всеми силами. Под звуки траурной музыки почетный караул выносит венок из алых роз и гвоздик с лентой цветов российского флага с надписью «Неизвестному солдату» от главы республики Мордовия. Владимир Волков подошел к венку, расправил ленты и склонил голову в память павших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие премьер-министр, спикер регионального парламента, марсаранско-министры, офицеры воздушно-космических войск, силовики. Мы никогда не хотим войны, только хотим мира. И основная наша заслуга той войны была в том, что мы дали народам мир во всем мире. В Мемориальном музее в этот день по традиции открыты двери для всех, подлинные документы и фотографии тех лет, осколки мирной жизни, которые уже никогда не будет прежней. В Мемориальном музее собрали и сохранили трогательные моменты довоенной жизни. Здесь, как будто до сих пор, живет советская семья. Швейная машинка «Зингер», зеркало, немудренный скарб, патефон и настенные часы, на которых навсегда становилось время. Четыре часа и началась война. Саранск также перехватил эстафету акции «Свеча памяти», продолжая цепочку из 1418 огоньков по числу военных дней. Зажигая свечи, каждый вспомнит тех, кто приближал долгожданную победу. Юлия Парунова, Александр Гурьянов. Наши новости.